Скучно в семей Кайгородовых не бывает. В их доме воспитываются 13 детей. Семеро из них приемные. Есть еще и внуки. Глава семьи Андрей без дела не сидит. Сам построил дом и продолжает его усовершенствовать. Во многом по хозяйству помогают дети в свободное от учебы время. Хранительница семейного щега – мама Оксана. Она занимается воспитанием детей и следит за тем, чтобы в доме было тепло и уютно. В этом году семья Кайгородовых стала одной из лучших многодетных семей в Иркутской области. В этом году в конкурсе участвовали 27 семей, которые воспитывают не только своих, но и приемных детей. Сирот или оставшихся без попечения родителей. Из них 8 отметили на правительственном уровне и вручили ключи от новых микроавтобусов. «Ведь правительства Иркутской области, что не оставляют в стороне многодетные семьи, приемные семьи. Большое им спасибо». «Любая семья, там, где есть дети, это каждодневный, ежедневный труд. Где один ребенок, либо 10 детей. Многие спрашивают, да, вам не тяжело. Я говорю, плюс-минус 2-3 ребенка мы никогда не замечаем. Боятся нас приглашать в гости. Мы никогда никого не боимся приглашать в гости. Так что милости просим». «Политика правительства Иркутской области сформирована так, что она направлена в первую очередь на укрепление престижа семьи, возрождение ответственного и уважительного отношения к нашим духовным ценностям. «Пусть каждая из нас хватит здоровья. Пусть всегда, еще раз повторю, вас дети радуют, а вы ими всегда гордитесь. Я думаю, это самое важное в жизни каждой семьи. Считаю, что сегодня это маленький итог, то, что вы сделали, показательный пример для всех нас и, в первую очередь, для ваших детей». Иркутский регион – один из немногих в стране, который учредил подобный конкурс в рамках программы «Дети при Ангаре». Конкурс «Дети многодетных семей» проводят с 2013 года. За это время ключи от автомобиля получили 27 пар из разных муниципалитетов.